Как вы думаете, как появилась идея поселиться на Марсе? Еще в прошлом веке родилась мечта исследовать таинственное и неизведанное, отправившись туда, где не ступала нога человека. На пути к этой мечте он стремился покорить космос, в то время как ученые пытались найти новое убежище для человечества как альтернативу или дополнение к Земле. Так и родилась идея поселиться на Красной планете. Должны признаться, что поверхность Марса довольно сухой объект, но все же благодаря новому марсоходу NASA Perseverance удалось сделать очень интересные и амбициозные открытия. Меня зовут Андрей, присоединяйтесь к просмотру, друзья, и мы с вами отправимся в интересное путешествие в мир открытий человечеством той самой неизведанной и таинственной планеты Марс. Марсоход Perseverance, находящийся на Марсе с июля 2020 года, смог впервые добыть кислород из атмосферы планеты. Давайте разберемся, что это событие значит для будущих космических путешествий. Атмосфера Марса существенно отличается от земной. Она куда менее плотная и почти на 96% состоит из углекислого газа. Следовательно, дышать марсианским воздухом люди не смогут. Тем не менее, последние новости доказывают, что кислород на Марсе добыть все-таки возможно. Давайте узнаем, как удалось получить кислород и приближает ли это нас к путешествию на Красную планету. Перед отправкой на Марс, робот Perseverance снабдили семью научными разработками, направленными на изучение планеты. Но сейчас все внимание направлено на девайс под названием MOXIE. MOXIE – это целая экспериментальная система, направленная на утилизацию и переработку местных ресурсов. В данном случае – в кислород. Другими словами, MOXIE создает кислород по принципу деревьев – вдыхает углекислый газ, а выдыхает кислород. Но процесс переработки включает в себя много деталей. А атмосфера Марса более тонкая, чем у Земли, и на 96% состоит из углекислого газа. Сначала MOXIE втягивает в себя марсианский воздух специальным насосом. Затем с помощью электрохимического процесса отделяет один атом кислорода от каждой молекулы углекислого газа. Для такой конверсии требуются высокие температуры – около 800 градусов по Цельсию. Поэтому система оборудована термостойкими материалами, а поверхность и вовсе покрыта тонким слоем золота, который отлично отражает инфракрасные лучи и не позволяет высоким температурам повредить другие части. Пока газы проходят через систему, MOXIE анализирует, сколько кислорода произведено, насколько он чистый и как эффективно работает сам аппарат. После каждого теста все газы вентилируются обратно в атмосферу Марса. И здесь возникает вполне логичный вопрос. Может ли человек дышать кислородом, созданным на Марсе? Не совсем. Дело в том, что сам MOXIE является экспериментальным прототипом размером с тостер, встроенным в марсоход, а не полноценной отдельной системой. Конкретно этот аппарат не сможет выработать достаточно кислорода для длительной миссии. За год работы на поверхности Марса 4 астронавтам понадобится примерно одна тонна кислорода. А в свой первый заход MOXIE произвел, даже по мнению НАСА, довольно скромную массу – около 5 граммов, чего хватит на 10 минут дыхания одного человека. Но нынешний прототип и не рассчитан на большие объемы. Главная цель ученых – посмотреть, справится ли он с основным техзаданием. А именно, минимум 10 раз произвести около 6 граммов кислорода 98% частоты за час. Первый запуск прошел вполне успешно, но дальше MOXIE ждут более сложные задачи, поскольку в будущем полноценной системе придется работать при любых погодных условиях Марса. Следующие 9 тестовых циклов MOXIE пройдет в разное время суток, различных температурных режимах и, если удастся, даже во время пылевых бурь, которые могут быть очень опасны не только для будущих астронавтов, но и для роботов. В 2019 году из-за гигантской бури марсоход Opportunity перестал выходить на связь, и НАСА была вынуждена завершить миссию. Так что же дадут эти эксперименты по получению кислорода космическим экспедициям? По сути, речь идет о реальной возможности не только отправить, но и вернуть астронавтов домой с Марса. Конечно, кислород нужен самому экипажу, но научный руководитель проекта MOXIE Майкл Хэтч считает, что это лишь приятным бонусом, а главной целью обеспечения достаточным количеством кислорода ракеты, чтобы произвести запуск с поверхности планеты. Чтобы сжечь топливо во время запуска, космическому кораблю понадобится около 25 тонн кислорода. Вести такой объем с Земли на Марс – это очень дорого и даже небезопасно. Поэтому успех маленького MOXIE показал ученым самое главное – технология работает, а значит, пилотируемая экспедиция НАСА на Марс к 30-му году становится все более реальной. Разработки нового прототипа уже ведутся, и в ближайшем будущем обновленный MOXIE будет почти как сам Perseverance – весом около тонны, размером чуть больше бытовой печки. А вырабатывать аппарат станет уже тонной кислорода. Еще одно важное последствие успеха MOXIE – шаг в сторону усовершенствования систем утилизации и переработки местных ресурсов. В будущем такие устройства смогут производить из внеземных продуктов не только кислород, но и, например, питьевую воду, строительные материалы, топливо для ракет, а также гигиенические продукты и даже создавать условия для выращивания растений. Это значит, что люди, находившиеся на других планетах, не будут зависеть от земных ресурсов, а смогут получать все необходимое самостоятельно на других планетах, что очень важно для длительных космических миссий. НАСА рассчитывает продемонстрировать и протестировать перед экспедицией на Марс такие технологии во время миссии на Луну. В 2024 году в рамках лунной программы планируется создавать продукты, используя лунные материалы, например, конвертировать лед на Луне в питьевую воду. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не жалейте лайков для него. Обязательно подпишитесь на канал и нажимайте колокольчик. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был Андрей. Всем отличного настроения, друзья. До новых встреч.